Всем привет! С вами Ирина и давно я не садилась вот так вот перед камерой и не снимала видео о вышивке. Сегодня мне хотелось с вами поговорить и обсудить некоторые новинки, которые у нас появились в вышивальном мире. И хотела я эти новинки обсудить с вами. Я очень долго просто не интересовалась новинками и вообще новостями вышивки. Почему-то вот я так отстранилась, даже видео не смотрела своих любимых блогеров. Но сейчас я возвращаюсь и увидела я некоторые интересные новинки. Некоторые меня удивили с положительной точки зрения, некоторые с не очень положительной, но обо всем по порядку. И хотела бы я с вами обсудить 5 производителей. Во-первых, я была приятно удивлена новинками от чудесной иглы. Эти новогодние новинки, ну очень они красивые, очень яркие. И хоть я никогда не вышивала чудесную иглу, я заинтересовалась этими сюжетами. И у них даже был розыгрыш в инстаграме. Я даже приняла участие, думаю, ну вот вдруг выиграю. Чудесную иглу я никогда не вышивала, но интересные сюжеты, очень красивые, очень яркие. И может быть какой-нибудь из них я куплю. Хотя я стараюсь не покупать вот такую вот тематическую вышивку, если это не какие-то пейзажи, а вот просто что-то новогоднее. Потому что я считаю, что у сезонных вот таких вот сюжетов у них не очень долгий срок. Если я картину какую-то там с маками могу повесить на стенку и любоваться ею круглый год, то новогодняя вышивка, она будет как-то не очень смотреться у меня, например, летом. Да, я вышивала Dimensions, рождественская деревенька, но это, наверное, единственная вышивка. И я действительно не вижу ее на своих стенках летом, в июле где-нибудь, в жару в 30 градусную. Несмотря на то, что работа очень красиво оформлена. Но новинки от Чудесной иглы, их было очень много, и они мелькают повсюду. И уже появляются даже в наших офлайн-магазинах. В общем, может быть, еще до Нового года еще далеко. Я, может быть, налюбуюсь и какой-нибудь сюжет все-таки приобрету. Ну, от хорошего давайте я вам расскажу о том, какие сюжеты меня поразили и удивили. И я хочу сказать, что я не очень поняла смысл вообще создания наборов по этим сюжетам. Это серия золотых ручек. Я даже несколько раз перечитала, что действительно ли это золотые ручки, потому что, насколько я помню эту бисерную барышню, которую вышивает у нас моя подруга Надя, насколько я помню свой физалис, вот этот вот осенний. И вдруг вот это. Честно, для меня это странный выбор именно сюжетов. Возможно, это стильный вариант в интерьер. Возможно. Но в плане вышивки создавать наборы, и ведь эти наборы явно будут стоить не очень дешево. Я не смотрела, сколько они будут стоить, я просто удивилась. Есть, да, некоторые сюжеты достаточно интересные, но некоторые поражают мне своей простотой. И мне вот кажется, что я вот смотрю на него, и я в принципе могу это вышить даже без набора и без схемы. Зачем мне это? И я, насколько поняла, это даже не крестиком вышивается. В общем, не знаю, как к этому относиться. Мне эти сюжеты не понравились. Но это мое личное мнение, оно может отличаться от вашего. Возможно, это будет покупать, возможно, это будет пользоваться популярностью. Но что касается меня, эти сюжеты мне не близки, и я не вижу их в своем интерьере. Вот совершенно вышивать не буду, и меня действительно очень удивило, что это именно золотые ручки, достаточно несвойственный для них сюжет. Возможно, если бы это был РТО, я не удивилась бы, но РТО мне понравился своими милыми символами года, милыми коровками, их достаточно много. Я бы сама это не вышивала, но сюжеты достаточно интересные, забавные, и намного, на мой взгляд, лучше, чем золотые ручки разработали. Яркие, красивые, но РТО вообще идет в последнее время по пути такой вот неординарности, и у них достаточно такие яркие краски и оттенки. Мне нравится, но я РТО вышиваю мало. Наверное, я только мельницы и вышивала, и в запасах у меня РТО тоже немного. Есть еще один производитель, который мне очень понравился, это Савиный лес. Я вышивала Савиный лес недавно, вышила я своих осенних котов по бесплатной схеме. Правда, вышивала я там нитками DMC, у меня в запасах есть еще ласточки от Савиного леса, которые я собираюсь вышивать весной следующего года. И тут Савиный лес выпустил два сюжета. Это осенний натюрморт с подсолнухами в таких желто-оранжевых оттенках, который мне очень понравился. А также были осенние цветы, которые привлекли мое внимание, наверное, может быть, даже из-за цвета основы. Кстати, такой цвет основы у меня есть. И вот я думаю, покупать или не покупать, может быть, каких-то акций я дождусь. Люблю я акции, и акция это магическое слово. Не только для вышивальщицы, но и для обычного человека. Что скрывать? Люблю. Но, может быть, сделаю себе подарок к дню рождения. Благо, день рождения у меня 15 ноября, и это совсем скоро. Или, может быть, к Новому году. Посмотрим, как будут обстоять дела. Но два вот этих вот сюжета мне понравились. Единственное, что меня останавливает, что сэмплеры это немножко не мои сюжеты. И неизвестно, когда у меня дойдут до них руки, потому что у меня безумно много красивых сюжетов. Как Dimensions, так и Reolis. И меня тянет их вышивать. Но мне, в принципе, понравилось вышивать и вот такие вот примитивные сэмплеры. Ну и еще один производитель, о котором мне хотелось бы вам рассказать, который мне понравился, который мне нравится, но на который я решила, что я буду только любоваться, это Мережка. У них прекрасные городские сюжеты, и я на них смотрю, любуюсь. Они активно ведут Инстаграм, активно в них ведется группа ВКонтакте, где они показывают свои эти первоотшивы. И ты смотришь и думаешь, боже мой, какие красивые сюжеты, как мне они нравятся. Но надо не забывать о том, какие у них ценники. И я, если честно, говорю, что я не готова сейчас тратить на наборы. И вообще, я сейчас очень мало покупаю, что для вышивки, мало каких у меня вышивальных покупок, потому что есть другие приоритеты. И я, наверное, уже очень много всего купила, и удивить меня тяжело, чтобы прям, несмотря на цену, несмотря на все-все-все, как бы мне достать этот сюжет. Нет, я все равно буду задумываться о том, что же мне покупать, и стоит ли мне покупать, и взвешивать все за и против. Пока в данной ситуации, в моей, наверное, даже больше жизненной, и с моими взглядами на цену наборов, я буду на эти наборы любоваться только. Но сюжеты у Мережки, конечно, прекрасные, и я думаю, вы со мной согласитесь. Это все, что я хотела с вами обсудить. Хочу также услышать ваше мнение в комментариях о том, как вам новинки, о которых я вам рассказала. Может, вам понравились какие-то другие новинки. Очень хочется мне узнать ваше мнение по поводу новинок от золотых ручек. Ну вот прямо вот хочется понять, одна я такая или же нас все-таки много. Но опять-таки не забывайте, что мое мнение может отличаться от вашего, и это не значит, что чье-то, какое-то мнение, мое или ваше, неправильное. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Желаю вам, как всегда, легких крестиков. Жду ваши ответы в комментариях. Всем пока-пока!